Прикинь, поймал себя, короче, на мысли. Вот я до этого, короче, работал всегда на дяде. Либо на дядю, либо на организацию, либо еще что. А сейчас я ловлю себя на мысли, что я не умею зарабатывать деньги от слова совсем. То есть я реально сейчас нахожусь в ситуации, в которой вообще, блядь, не понимаю, как жить. То есть, когда ты работаешь на дядю, типа все понятно и логично. Ты приходишь на работу, ну типа ты нашел один раз работу, заключил договор и как бы все. Ну то есть, и все, и работаешь. Дядя тебе находит работу, дядя тебе говорит, что делать, или организация. Они говорят тебе, как это делать, что делать, по какой технологии, у них есть все документы. Они полностью за тебя все решили, и ты как бы, типа просто, они пользуются тобой как ресурсом. Но как только ты увольняешься, начинается откровенная херня. Ну то есть, ну не то чтобы херня, а начинается такая ситуация, при которой ты стоишь как на выжженном поле. Перед тобой пустота, и ты не знаешь, как жить. Ну короче, где заработать денег, типа. Как выползти из этой ситуации, и ты как бы, у тебя есть руки, у тебя есть умения, знания, опыт. И как бы все, прикинь. В твоей голове нету ни черта, вообще полностью. Вот просто белый лист, или наоборот, просто выжженная земля. И ты как бы даже не знаешь, где искать заказы. Как коммуницировать-то я понимаю, но типа, это же просто кошмар. Типа, где рекламироваться, куда давать рекламу, сколько она стоит, как построить рекламное объявление. Ну типа, вот так и образно, как бы, на самом деле. Но я сейчас, кстати, к слову, я дал два объявления. Одно объявление дал в Авито, другое объявление дал в Юле, типа, муж на час. Хочу посмотреть, типа, откликнется ли кто-нибудь завтра. Я его назвал Электрик Девяткина Мурина, или Электрик Мурина Девяткина, не помню. Короче, как-то так. Попробуем, может, еще, типа, дать пару объявлений ХЗ. Ну типа, знаете, там, поменять название. Как бы, вот так я сейчас словлю себя на мысли и понимаю, что, в принципе, мне возвращаться к дяде смысла нет. Работа, по сути, есть. То есть, работы достаточны для того, чтобы тебе хватило на жизнь, может быть, даже больше или даже с запасом. То есть, передо мной в данный момент сейчас стоит только одна ситуация. Где найти заказы? Где найти, по сути, ну, как бы, работу? Ну, то есть, это как бы так и звучит. Вроде масло масляное. Но, как бы, мне нужна работа. И работы много. Но как ее найти? Где искать заказы? Вот я сейчас скинул на Авито, на Юлу объявление. Как бы, посмотрим, какой у них уровень релевантности. Да, назовем его так. Попробую потом еще парочку дать. То есть, я пишу, периодически пишу там в чаты, в группы, да, например. Вот, вот такого рода. Короче говоря, это будет офигенно интересный опыт. Скажем так. Короче, пусть будет так. Сегодня 2 декабря 2019 года. На часах 22.14. И я понял, что искать работу классическую, да, по договору, по найму, ну, типа, вот, я не вижу смысла. Я не хочу больше так. Мне на самом деле сейчас страшно очень от этих слов, потому что передо мной открывается какой-то адовый капец. Короче, я не знаю, как это будет выглядеть дальше. Но делюсь с вами информацией, что больше я на дядю работать не хочу. Нет, давно не хотел, не хочу и сейчас. Но давайте подумаем так. Интересно, сколько мне понадобится времени для того, чтобы допетрить до того, типа, как начать зарабатывать самому. Как начать жить с заработка, который я сам нашел и сам сделал. Сколько мне сможет принести такая работа, смогу ли я найти заказы, сколько они будут стоить и так далее. Короче, скорее всего, что под это дело я, наверное, открою отдельный YouTube канал, где буду, наверное, рассказывать, что будет происходить со мной, как это все будет продвигаться. Я буду просить заказчиков возможность снимать то, что я буду делать. Всю вот эту работу комментировать ее, знакомить вас с заказчиками и показывать вам, типа, а как можно по-другому? Типа, и можно ли по-другому? Может быть, я вообще, типа, передумаю буквально уже через две недели и на этом просто закончу, ибо, ну, типа, я не смогу просто найти денег на еду, либо у меня вообще все это прогорит. А может быть и наоборот, типа, я все-таки смогу найти способ, как выехать из всего этого дела, как можно работать иначе, как можно зарабатывать иначе. Я, безусловно, если будут заказы, если будет возможность зарабатывать с этого, я обязательно легализуюсь, обязательно зарегистрирую себя либо как самозанятый, либо как ИП, но у меня все ИПшники закрываются, скорее всего, как самозанятый, либо что там тоже можно делать, давать чеки и так далее. Короче, это имеет охеренный смысл. Это имеет прям, прям крутой смысл. Вот. У меня очень мало времени. У меня времени буквально до апреля. Ну, то есть это всего лишь, всего лишь четыре месяца. То есть четыре месяца до того момента, когда мне придется устроиться на какую-то работу, потому, даже до марта, потому что в марте мне уже нужно будет устроиться на какую-то работу, потому как в апреле ко мне вернутся ежемесячные оплаты ипотеки. Кто не помнит, это 17 тысяч рублей в месяц. И будем, короче, вот, я не знаю. Короче, либо я действительно придумаю что-нибудь научусь обходиться без договора найма, да, по ТК, вот это вот срочно-бессрочно, или ГПХ по ГК, либо я скачусь обратно и, типа, буду дальше работать. Не знаю. Короче, это очень интересный опыт. Мне очень хотелось поделиться им с вами, потому как я только у меня звенгнуло, это в голове мысль. Я сейчас просто поговорил с одним из своих подписчиков. очень крутым мужчиной и очень интересным, очень-очень классным человеком. Прям вот интересно его слушать, потому как он, собственно, с самого момента, как он только закончил, ну, типа, пришел с армии, он, в принципе, никогда не работал на дядю. А я пришел к этой мысли. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что я просто не хочу работать в том понимании, вот, в котором это подразумевают все или большинство. типа, идти устраиваться на работу, типа, подписывать договор и хуярить, типа. Я понимаю, что у меня есть руки, умения, опыты, знания, но я не знаю, куда их деть. Ну, вот у меня пару раз сарафан выстрелил, и это, конечно, просто великолепно, это просто шикарно. Но мне хотелось бы, чтобы этот сарафан был на постоянной основе. Мне хотелось бы, чтобы люди постоянно мне звонили, общались. Я хотел бы сотрудничать, я хотел бы оказывать эти самые услуги электрика. Я хочу работать сам. Не при помощи договора, не быть рабом ебаным, а именно быть более или менее свободным человеком. Что приносило бы мне удовольствие, даже если бы работа была бы тяжелой, неподъемной, все равно бы это доставило бы мне удовольствие, потому как никто мне не указ, и за любую работу я хочу-берусь, хочу-не берусь и так далее. Опять же, к слову, вот в той же самой ЮДУ, например, я пытался, ну, зарегистрировался на площадке, начал узнавать, и понял, что для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы хотя бы работать на ЮДУ, нужно сначала, для того, чтобы работать на ЮДУ, и заработать на ЮДУ. Очень прикольно. Для того, чтобы работать на ЮДУ, нужно взять, короче, КАМАЗ денег, вот так вот вывалить его на свою анкету, на свой счет, и только в этом случае, откликаясь на овер, дофига овер 9 тысяч вакансий, и тратя на это реально там по тысяче, по две, по три, и то не гарантирует тебе ни площадка, ни заказчик, что примут именно тебя, а потом еще в чате устраивать баталии, красноречие, кто лучше, кто круче. Я убрал от себя эту идею работать на ЮДУ, потому что это, ну, дичь. Ну, типа, нужно быть, ну, в крайней степени ебанатом, чтобы пытаться там заработать, потому как, ну, это объективно нереально. Потом мне подписчица из Инстаграм, которая достаточно давно зарабатывает на Профи.ру, посоветовала мне сходить на Профи.ру, но на Профи.ру система точно такая же, как и на ЮДУ. Никто тебе не гарантирует, что ты, засыпав, короче, КАМАЗ-бабла на эту площадку и откликаясь на огромное количество вакансий, а также соревнуясь в красноречии между людьми, что кто-то примет тебя на работу и то, что ты эти деньги отобьешь. Тоже гарантии ноль, а денег ты просрешь до хера, и при ответе мне в чате мне говорят, типа, ну да, вот так работает площадка, по-другому никак. И Профи.ру не подошел. Я начал гуглить другие площадки, другие площадки работают точно так же, абсолютно по такой же системе, либо по другой, но там, типа, нет ровным счетом нихуя. Ни заказов, ни исполнителей. Ну, типа, исполнителей, скорее всего, будет много, а заказов нихера, потому что они не вкладывают оверпрайс, как в Профи.ру или ЮДУ, во всякую рекламу, после чего туда, собственно, приходят люди. И это, конечно, кошмар. Типа, это дичь. Я понял, что также есть площадки, типа, фриланс.ру, фл.ру и так далее, которые, ну, тоже, но там, типа, другая проблема. Там какой-то атовый, сука, безумный демпинг. Там реально работа, которую ты будешь делать несколько часов, оценивается, там, в 150 рублей, в 200 рублей, в 60 рублей. То есть, там, транскрибация может вообще стоить овер ни хера. То есть, ты можешь потратить на это все реально неделю, а заработать с этого 500-600 рублей. Ну, типа, это смешно, просто пиздец. Ну, даже если ты за неделю заработаешь 2000, ну, типа, блядь, вы серьезно? Ну, вообще просто пиздец. И факт того, что именно тебя выберут как исполнителя, стремится к абсолютному нулю. Тем более, если ты недавно зарегистрировался, и у тебя нет ни опыта, ни рейтинга, ни набитого портфолио, ни кучи отзывов, и вообще, и у тебя нет премиум-аккаунта. То есть, тоже, чтобы прийти на площадку, нужно завести, короче, КАМАЗ денег, и только тогда ты, возможно, будешь иметь возможность зарабатывать хоть какие-то копейки. И это, вот это вот все накладывается друг на друга, и ты понимаешь, что, типа, человек, у которого нет денег, ему нужно оверпрайз денег для того, чтобы заработать чуть-чуть. Да и вообще, это тоже ненормально, типа, когда у тебя, например, ну, пекарня, там, за 55К, там, плюс монитор за 10К, плюс микрофон за 6К, пантограф для него 2К, звуковая 15К, да, и там, клава 8К, мышь 5К, и ты, как бы, вот это вот все, пытаешься для того, чтобы там смонтировать какой-то хуевенький ролик, да, за который тебе дойдут 600 рублей, при этом ты его будешь монтировать, ну, ладно, предположим, 2 часа, да, и ты заработаешь за него, типа, 600 рублей, или 300 рублей, или 200 рублей, то есть, там, вот такие ценники на FL, на фрилансы, я вообще не представляю, блядь, как там люди зарабатывают, из чего. короче, на мой взгляд, это какой-то безумный бред, это какая-то абсолютно оторванная от реальности дичь, и единственный способ, как найти себе работу, это каким-то образом строить, вот, не знаю, вот как-то себя рекламировать, не знаю, там, писать свои объявления в чате, я пробовал уже, как минимум, 2 года назад, и год назад, я пробовал кидать эти визитки, короче, в почтовые ящики, не работает, я пробовал расклеивать эти отрезные объявления, короче, не работает, ну, не работает, и все, я еще не пробовал завести себе инстаграм, не пробовал завести себе группу в контакте, не пробовал завести себе группу в телеге, и не пробовал завести себе блог, на YouTube. Короче, видимо, в ближайшее время я буду что-то из этого пробовать, рассказывать вам, насколько это вообще может быть возможным или вообще насколько это имеет место быть и нас, типа, или что я сделал. Может быть, даже вы мне укажете на мои проблемы, типа, что я сделал не так или как бы мне сделать так, чтобы это сработало. Я уверен, что среди моих подписчиков есть достаточное количество различного рода SMM-щиков, SEO-шников и около того, кто мог бы мне подсказать, как это сделать. Ну, а за мной, безусловно, не заржавеет, то есть мы с вами договоримся там либо по бартеру, либо за рекламу, либо за указание ваших ссылок и того, то есть, ну, как бы за мной не заржавеет, я готов отплатить вам, но единственное, чем не смогу, это деньгами, наверное, пока их у меня нет от слова совсем. Вот как-то так, не знаю, ребят, это очень странная штука, но я не мог просто не поделиться с вами, потому как я понимал, когда я вот шел на шабашки, на халтуры, я когда шел, я был безумно рад и счастлив, мне нравился этот момент, когда я иду и делаю работу, при том, я делаю, на мой взгляд, работу соизмеримую оплате, то есть я делал работу, которая, ну, объективно стоит своих денег, то есть там, я зарабатывал за вот эту вот шабашку, за одну, я примерно зарабатывал половину стоимости 8-часового дня, вот, работая на дядю. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите в комментариях, ну, а если вам видео было интересно, или вы разделяете мои мысли, или вообще вам интересно, что будет происходить, и вообще, что вы могли бы предложить по этому поводу, обязательно пишите в комментариях, также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите помочь мне и проекту, все ссылки в описании, любой копейке буду рад, но все абсолютно добровольно, никого не принуждаю, а также рассказывайте видео о своих друзьям, делитесь в социальных сетях, это помогает продвигать канал, а также смотрите другие видео, у меня очень много полезных видео, особенно тем, кто хочет устроиться на работу, кто устраивается на работу, обязательно посмотрите, это очень важное видео, которое вам позволит узнать и максимально быстро узнать, не мошенник ли с той стороны, что от вас хотят, и какая у вас будет зарплата, и многое другое, все увидите на моем канале Павел Белинский, подписывайтесь обязательно, на этом все, удачи вам, добра, позитива, всего лишь самого лучшего, пока-пока!